Настюшка у меня заболела, но мы хотели обязательно рассказать вам о первом нашем дне в Москве, который оказался, на который мы рассчитывали, да, на мероприятие Видеопипл, но он оказался маленечко не тем, что мы хотели. В общем, ребята, поехали. Началось все с того, что мы просто сели в поезд. А что деревня? Деревня? Нам туда. Ребята, там надпись Москва. Это значит, что мы в Москве. Ну, очевидно, что, да. Мне всегда нравится, когда я снимаю вот так вот твое лицо. Блин, мне кажется, потом мне пишут в комментариях, что нос как у дракона. Да, с тебя углубились. Типа ты деревня первый раз, смотри. Как деревня, Настя? Ты достал. Услышала звук метро, как в деревне улыбается. Тут мы пришли на мероприятие. Увидели огромную-огромную кучу людей. Настя что-то смущалась маленечко. Можно кого-то, наверное, узнать по этим кадрам, но что-то мы совсем никого не знали. Как будто бы и ютюб-то не смотрели. Наконец-то мы получили нашу. Так, а теперь надо найти нашу кнопку. Где она? Настя. Настя. Наши кнопки мы не обнаружили. Беда. Амиран, очень приятно вас видеть. Спасибо. Вы вдохновляете молодёжь, да? Да, я хотел узнать, Настя, вы нас нужны? Мы с вами вчера отдыхали. Майами, Майами. Лерочка, он приедет к тебе в гости и отвезёт тебя в садик. Ферьм, люблю, я думаю, люблю. Вот мы общались с одним из степажных блогеров. Потом пошли на различного рода мероприятия, брифинги. Игорь, ребята, не понятны. Самый главный блогер у меня ты. Всё, пусть всё. Что, Настя, резюмируем. Честно, нам показалось скучно, нам не сильно понравилось. Вот. Наверное, одной из причин является то, что нам не привезли нашу кнопку. То есть, по сути, ради чего мы ехали, мы не получаем. Вот. США не успело отправить, не успели получить. Вот. В принципе, такая вот вилиберда. Много блогеров, почти все, кого вы знаете, на ютюбе есть. Ну, кроме Ваннигая. То есть, почти все были. Ну, я не говорю, что прямо все, но тем не менее. Напрягла, знаешь, какая ситуация? Напрягла ситуация того, что очень много мелких совсем ютюберов. То есть, десятитысячники. Ну, и так же про нас многие думают. Не, это классно, что они как бы погружаются в эту сферу. Просто приходит какой-нибудь Янго, и его окружают миллионы, как будто бы, я не знаю, фанатов. Да. Ну, да. То есть, мне было ощущение, что мы все в одной стези и между собой как-то там по кайфу пообщаться, да. Пообщаться, да. А там реально просто фанатская какая-то аудитория как-будто пришла и прыгает на блогеров, с ними фоткается. В принципе, вот у меня цель сейчас появилась приехать не как гость этого мероприятия, да, как мы сейчас просто гости, а как один из тех, кто олицетворяет это мероприятие. Вот это реально круто. То есть, ты выходишь из тех, кто задают вопросы. Ну, тебя именно и ждут, мне кажется. Да, тебя ждут. А не как вот у нас, мы, получается, просто поучаствовали. Ну, неинтересно, на кнопку не получили. Настюшка у меня любит красивые места. Да. Вот это ей в Москве прям сразу же понравилось, потому что какой-то мебельный центр себе отгрохал здесь и красивый, и дизайн. Только не делай, что это мебельный центр рядом. И этот, как его, фонтанчик красивый. Молодцы. Сразу же видно, в Москве бабки есть. В Пермини. Деревня тут, знаете, что сейчас за белое-то? Мы же вышли на метро театральное. Это, по сути, уже центр. Там мы видим СУМ, тут подготовка к вечернему мероприятию. Что ты сказала, Настя? Ничего. Как тут красиво. Блин, тут вообще... Мне нравятся эти здания, что они такие серенькие. Но не то, что деревня, да? Так. Господа деревенщины. Ну, может, хватит уже. Да всё шучу. Выходят на саму Красную площадь. В основном люди все живут образами. Образами теми, которые вы видите у ИСА. Да, кстати. В отличие от нас, ребят. Мы вот какие мерзкие есть. Такие и есть. Такие вместе и показываем. Так что подписывайтесь на канал Паша и Настя. Меня зовут Паша. Её зовут Настя. Это Красная площадь. Приехали за кнопкой YouTube. Не получили. Пойдём в самый дорогой магазин. У нас денег нет. Та-дам! Здравствуй. Black Star Burger, ребята. Кто не в курсе, Тимоти открыл данность. Сейчас мы идём по Арбату. Оцениваем город и понимаем то, что... Это извращение людей, когда ставят значки, кто круче, кто может ехать без пробок. По рангам расставления людей. У меня вот это вот ощущение взбесило. Вот эти вот машины, которые по встречке летят. Вот, да? То есть, ты какой-то особенный человек. Ты можешь вот так вот ехать по встречной полосе. Я только об этом сказал и сразу же такая херня. И это постоянно вообще. Я не понимаю. Я просто в шоке над тем, что есть особенные. Вон ещё люди. А есть какие-то обычные. Обычный должен стоять в пробке. Особенный. Пожалуйста. Все дороги открыты. Вот так вот, ребята, пошёл наш первый день в Москве. Наверное, он нам преподнёс не совсем то, что мы хотели. И это не только из-за кнопки. Вот. Теперь второй день. Второй день это было уже что-то особенное. Да, Анастасисия? Мне больше понравилось второй день. То есть, это было уже, блин, сюрприз у нас. Ребята, второе видео я выложу, как только это наберёт, хотя бы какое-то количество лайков. Потому что в последнее время вы стали жрал-ка вам стало. Жалко вам стало эти лайки. Да, Настя? Угу. Давайте это, лайк Насте поставим за её грудьки. Ты чё дурак? Чем быстрее будут лайки, тем быстрее я выздоровлю. Субтитры сделал DimaTorzok